Когда-то Божьим промыслом народ Беларуси легко и, скажем прямо, неожиданно обрел свою независимость. И мы долго воспринимали ее как данность. Порой не ценили. Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания. Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация. И пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое и независимое государство, но беларусы как нация уже не дети. Мы народ. И находясь на краю мирового кризиса, мы должны вернуть страну к безопасной жизни, которая была у нас всегда. Прийти к согласию ради нашего будущего. И мы это сделаем. Я не могу, не имею права бросить беларусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу. Будущее своих детей. Всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу. Это те, кто героически противостоял угрозе пандемии. Проявляя свои лучшие профессиональные человеческие качества. Те, кто сберег здравый смысл в условиях дезориентации общества. Государственные служащие. И люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность. Это не только служебный долг, но и их сознательный выбор. Если честно, я увидел людей в деле. Понял, что не только меня, но наш народ окружают патриоты. В условиях поствыборной обстановки коллективы предприятий показали всю свою мудрость, выбрав тех, а не площадь. Не подвели труженики села. Благодаря им все эти месяцы регионы жили обычной жизнью. Люди возделывали и убирали урожай с полей. Государственная политика в области науки, творчества и спорта неизбежно породит новых героев. Хотелось бы таких, которые адекватно оценят вклад в них государства и будут этому государству всегда благодарны. Продолжение следует...